Доброе утро, друзья! Деньги пойдут, конечно же, не нам, они пойдут в фонд «Дорогами добра» на специальную новогоднюю акцию «Ёлка желаний» называется. И детям будет отправлена некая сумма, которая собрана. То есть 29 числа все зрители, кто придут, их деньги пойдут на благое дело, и можно будет написать какое-нибудь письмо на «Ёлку желаний»? Да, можно написать письмо, в принципе, мне немножко оставить. Нет, все, все, и мы хотим сделать людям приятное, и поэтому наш концерт называется «В поисках улыбки», потому что мы хотим детям подарить вот это вот «Незабываемое». Ну вот «В поисках улыбки» я понимаю, что встретившись с вами, улыбку не надо искать, она сразу растягивает. Кстати, я забыл ее сегодня. Да, один, пожалуйста, Жень. Расскажите, сюжет какой-то есть? Все нас знают как импровизаторов. Да, ладно. Да-да. Вот. То есть будет какой-то скелет спектакля. Вы уже придумали этот скелет? Нет. Сегодня первая репетиция осталась уже скоро. Доминикельки буквально. Да, основной будет импровизатор. То есть есть какие-то номера, подготовочки, а мы их работаем всегда по-разному. Вот Максим знает нашу работу. Ну, спектакль детский. Какого возраста малышей можно там приводить? Детский спектакль от пяти лет. От пяти лет плюс пять. Но так получается, что взрослых будет больше, чем детей. То есть все друзья, все знакомые. Вот Максим только взял 20 билетов. Да. И, кстати, у нас такая фишка, у нас условие, что все проходят только те, которые проходят по-роценту. Вот по Максиму. Максим как раз пройдет. Я как раз пройду вот так. И все заходят в зал «Лимбой». Лимба. Ротатива. Вот такая интересная технология. Она станет вдвоем будет или еще будет какие-то люди? Только вдвоем. Только вдвоем. Только вдвоем. Сейчас снова только нам. И еще кто-то будет. И еще кто-то. Ну, уборщица, цветовик, Максим Лошкин. Да, и татарский наш менеджер. Татарский наш менеджер. Да. Юль, ты же понимаешь, что разговаривая с ними нельзя их серьезно воспринимать. Ну, смотри, а мне нравятся такие вещи, ребята. Ребята, посмотрите, пока не пишем, укроп не застрял? Застрял. Ребята «Веселые Роджеры» известны тем, что на своих мероприятиях они вращают людей. Вне зависимости от роста, комплекции. И, в общем-то, у меня был такой опыт ровно год назад, Максим, ребята. Они тебя вращали? Да, крутили меня в этой студии. Вот как запомнилось. Чувствуете, Юля? Целый год она думала о том, что придут Роджеры. И еще раз попробую. Ты хочешь еще раз попробовать? Конечно. Ребят, слабо? А может, вот этого пацана? А может, Лошкина? Спасибо. А что? Время разворачивания мужчины делают так. Поэтому я этого не буду делать. Итак, Юля. Юля. Пойдемте. Ладно, пойдемте, пойдемте. Ой, я остановлюсь на свою стандартную позицию. Знаешь, что я немножко волнуюсь, боюсь. Для начала присесться на пять раз. Пять раз присесть. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу руки наверх. И торпеда. Абсолютно непередаваемые ощущения. Я предлагаю оставить импровизированную сцену для ребят, чтобы они показали небольшой отрывок из своего спектакля. А я, пожалуй, пойду отдышусь. Ну что, показываем, значит. Начинаем мы с жонглирования. Внимание, жонглирования. А, нет, не жонглирования. Фокус в выпуск. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Не затасовывайся. Молодько. Молодец. Хорошо, хорошо. Тарарарара. Все. Аня. Ой, внимание. Добрый вечер. Ладно, жонглирования. очень весело вот приходите на спектакль будет очень вот так вот прям неожиданно весело так тут пожонглировал так ладно опа вот такой жонглиш внимание акробатика вроде как давая музыкальная ноги свои ногу ну сразу видно профессионал сразу виду про вся шикатара вроде сидит ничего не делает обычное положение обычного так дома при смотришь макс обычно так программу ведет да я не знаю какую улыбку будут искать ребята 29 ноября в щелкунчики но мы свою улыбку уже с веселыми роджерами напомню что благотворительная программа в поисках улыбки 29 ноября приходите все сделайте благородное и смешное дело ну а нам пришло время узнать что же интересного смешного и благородного произошло в северновской области впереди события оставайтесь с нами о